Ребят, всем привет! Сегодня у нас видео по остальной дивизии 2. Буквально недавно вышло DLC, добавляющее в игру 4 новых дивизии, новую компанию и одиночные миссии. В компании мы по хронологии продвинулись немножко вперед и воюем уже близ Варшавы. Ну и, соответственно, разработчики решили добавить соответствующие дивизии. В частности, сегодня мы с вами будем разбирать армию Краева как одну из наиболее мне понравившихся дивизий. Это что-то новое, такая новая концепция, интересная и сложная реализация. Ну и по традиции соберем деку для 2х2. Для 3х3 и 4х4, я думаю, там будет минимальное изменение, поэтому вам будет довольно просто ее адаптировать под себя. Ну а для 1х1 и 10х10 там своя специфика, и ребята сами соберут. Итак, приступим. В разведке у нас есть снайперат. Да, хочу сказать, что это не чистая армия Краева. Здесь некая смесь, чем-то похожа на САС в стил дивизии 1. В САСе, напомню, там были французские партизаны, и на С стадии подъезжали американские танковые части. Здесь примерно то же самое. Здесь у нас польские партизаны, польская армия партизанская. И на Б и С стадии смешаны подкрепления с советской стороны. Это и авиация, это и танки, и разведка. И, соответственно, получается некая смесь трофейного немецкого вооружения и советского вооружения. Итак, в разведке у нас, соответственно, все отлично. Я бы даже сказал, очень сильно. Есть снайпера. Снайпера очень неплохо подходят в командной игре для стационарного света. То есть посадить их на холмы, ключевые точки, и оставить до конца боя. Они будут там сидеть, светить. Превосходная скрытность у них. Открывать огонь, конечно, из них не советую. Тут все-таки один человечек всего лишь. По транспорту здесь в основном трофейные немецкие экземпляры. Есть опели, есть фиаты, есть кубели с пулеметом, есть обычные кубели, есть даже кубус. Такая вот польская подделка. Единственное, что кубус у нас катается всего 45 км в час, и его всего 3 штуки. То есть если и брать, то точно не на передовое развертывание и не для снайпера. Потому что снайпер должен изначально приехать первым, занять позицию и больше до конца битвы не осветиться. По крайней мере, этот одночеловечковый. Далее у нас есть как раз подкрепление советской стороны. Это уже ребята из войска польского, которое там сформировано было на советской стороне еще с 43-го года. Та же самая дивизия Костюшка у нас, кстати, представлена в этом DLC. Ну и за счет того, что это подкрепление советской стороны, здесь уже ребята вооружены советским вооружением. Это и транспорт БА-20, и универсал карьер, ленд-лизовский, виллис и студебейкеры. То есть выбор, в принципе, неплохой. В частности, БА-20 у нас катается 85 км в час, 54 по пересеченке. То есть и после выгрузки будет сама являться разведчиком. Это неплохой выбор. Далее у нас есть универсал карьер с ДШК и Бреном. Да, по поводу, кстати, универсал карьер. Здесь у нас еще есть 4 штуки с противотанковым ружьем. Вот, это кому интересно. Далее, да. Универсал карьер с ДШК. Неплохой фар-суппорт разведывательный, но доступность крайне-крайне сомнительная. 3 на Б, 6 на С. БА-10. БА-10, я думаю, придется взять, потому что здесь вообще напряженка с техникой. Такая специфика дивизии. И поэтому любой колесный бронированный фар-суппорт нам только в плюс. Поэтому я даже сразу его возьму. Далее. Далее у нас есть такая вот уникальная разведка. Это разведчики с пулеметом, двумя пистолетовыми пулеметами и, самое главное, противотанковым ружьем. Единственное, что здесь всего 8 выстрелов. Это довольно мало. Но для того, чтобы отстрелять грузовики, пробравшись в тыл, я думаю, вам хватит. По транспорту здесь все то же самое, что и у снайперов. Есть Кубели, есть Хорх, есть Фиат и Опель по 90 км в час соответственно. Поэтому, в принципе, довольно быстро можно будет доехать. Доступность, конечно, не такая великая. Тут получается 3 на А, 6 на Б и 9 на С. То есть, ну, в принципе, если брать, то, наверное, попытаться на Б как-то. Можно и на А, конечно, не знаю, не знаю. Сейчас подумаем. Далее. Далее у нас идет отличная еще разведка для развертывания. Тут получается у нас 3 взрыв-пакета, 6 карабинов и 1 МП-40. Неплохо зайдет в лесу, неплохо зайдет в качестве встречи противника в городах. То есть, ну, самое главное там будет замикрить, отключить карабины, чтобы подпустить на 100 метров, кинуть взрыв-пакет. И там уже, я думаю, вы выиграете дуэль. Вот. 90 км в час, в принципе, позволяет приезжать одновременно с немцем. Вот. Поэтому за... Сейвить свои позиции в город, я думаю, прекрасно получится. Ну, и поддержать свою пехоту в лесу. Поэтому, я думаю, возьму 2 карточки этой прекрасной пехоты на А. 2 карточки этой прекрасной пехоты на А. Либо 1 карточку на Б. Этого у нас будет 9 отрядов. Угу. Этого у нас будет 9 отрядов. Наверное, все-таки 2 на... Тремя развернусь и плюс стационарный засвет оставлю. Посмотрим. Пока что так оставлю. Ребят, кто смотрел предыдущие ролики, знает, я обычно зачастую возвращаюсь обратно к вкладкам. То есть, все будет зависеть от того, что мы дальше там будем набирать. И от чего будем играть. Пока так, оставим дальше. Далее потом вернемся к этому. Ну, переходим во вкладку пехота. Здесь это самая сильная вкладка в этой дивизии. То есть, оно и видно. Тут активационные очки у нас по единичке всего лишь. Это во-первых. Во-вторых, уникальная пехота. Я бы даже сказал, одна из сильнейших красных пехот в игре. То есть, если не самая сильная. Тут есть, в принципе, все. Здесь есть двойные огнеметы. Здесь есть ребята с коктейлями Молотова, которые неплохо вгоняют в панику. Плюс не дают противнику стоять на месте в лесном бою. То есть, подрыв идет. Кидают под ноги, соответственно. И вражеский отряд начинает плясать. Вот. Когда он пляшет, получает в два раза больше урона с опресса. Поэтому довольно мощные отряды. И неплохие доступности. Также у нас есть ребята с СТГ. Это первый отряд с СТГ, который доступен на красной стороне. Тут у нас трофейные СТГшки, пулеметы, панзерфаусты. Все как надо. Ну что ж, давайте приступим собирать. Ну и в качестве подкрепления, да, есть и советские части. Хотя этот отряд довольно сомнительный. 8 человек за 25 копеек. Надо сказать, разработчикам снизить цену до 20. Скорее всего, забыли про балансные изменения. Итак. Итак, и так. Ну, во-первых, я возьму, скорее всего, огнеметка на Астадии. Чтобы обозначить позиции на Астадии. Обозначиться в лесу. Чтобы противник, в принципе, даже и не смел туда соваться. Хотя, я думаю, обилие пехоты. Качественное для ближнего боя. И так даст им узнать об этом. Далее. По командирам. Есть тут неплохой командир за 35 копеек. Да, дороговат, конечно. Но в целом, с неплохой доступностью. 4 командира на Астадии. 6 человек. Панзерфауст. Есть пулемет. И 2 СТГ. Поэтому берем его. Далее. 3 карточки охотников. Охотники у нас основная ударная сила. Ну, одна из основных ударных сил. 15 человек. Есть пулемет. Есть коктейли Молотова. Как раз таки, о которых я говорил. 12 винтовок. Тоже, кстати, не списывайте со счетов. Очень больно накидывают. Огромное количество винтовок. Урона. Поэтому, я думаю, это будет работать неплохо. Берем 2 карточки на. Это будет наша основная ударная сила. 18 охотников. Саперы. Плюс отряды в разведке с взрыв пакетами. Плюс командир. Одна карточка охотников у нас остается. Я думаю, возьмем ее на С стадии. Она довольно многочисленная и с хорошими лычками. Далее. Далее у нас идут ребята с СТГ. Ребята с СТГ. В принципе, в принципе, можно взять на А стадии. Одну карточку. Одну карточку. А можно пожадничать и взять на Б. Я бы, наверное, взял все-таки на Б. И взял их элитными. Это такая у нас будет ударная сила. 16 элитных отрядов с СТГ на Б стадии. Соответственно, одного командирчика хватит, чтобы выдать им третью звезду. И это будут просто терминаторы. Итого, на Б у нас два отряда есть еще. Также здесь есть неплохой отряд партизанцы. С противотанковой кумулятивной гранатой. Их 9 человек. Но, в принципе, их можно брать в элите. Можно брать в элите. Я, пожалуй, возьму одну карточку на С. И одну карточку на Б. В элите. И, наверное, одну карточку на А можно взять. Давайте одну карточку на А возьмем. А охотников на Б возьмем. Итого у нас будет огромное количество пехоты. То есть на Б у нас есть элитный спецназ. 16 отрядов есть партизаны с МГшкой для дальнего боя с противотанковой гранатой. Также в элите. Ну, конечно, ребят, вы можете брать по нижней лычке. То есть сделать при помощи комбата и командиров цепочки. Но ввиду того, что такая дешевизна слотов и такое огромное количество пехоты, я сразу возьму в элите. И это будет моя фишка такая. Ну и, соответственно, на стадии 6 отрядов с пулеметом для дальнего боя. Есть также ребята для ближнего боя. Ну и на 500 метров, я думаю, они тоже будут показывать неплохой результат. Пока что оставим это все. Из уникального здесь есть еще вот такой вот отрядец. Краевцы. Краевцы. Здесь ничего такого сверхъестественного. Огромное количество винтовок. Опять-таки есть один пистолет-пулемет. Есть М1 карабин и один пулеметец. Брать их, в принципе, можно. Но я думаю, только в элите. Просто, в принципе, ничего уникального. На 5 копеек дороже платим, получаем охотников. И здесь у ребят, мне кажется, гораздо серьезнее вооружение. Есть ни противотанковые гранаты, ни коктейли молотова. Нет, поэтому ничего страшного, что мы их оставили за бортом. Ну и вот это вот пресловутая советская пехота, которая здесь по завышенной цене осталась. Также можно брать увеличенное количество командиров. В принципе, если вам пехоты хватает, можно брать спокойно командирчика какого-нибудь на Б. У нас из доступного остались еще командиры за 35 с СТГшкой и Панзерфаустом. Я думаю, вполне себе неплохо зайдет на Б-стадии. Можно будет брать даже 8 штук, к примеру. И так далее. Далее переходим в танки. Здесь, в принципе, довольно просто собрать. Мы берем все трофеи, которые поляки захватили в Варшавском восстании. Это Тигр, Три Пантеры. Берем Аса на Астадии, Хетцера. Это единственный, кстати, танк у нас на Астадии будет. И на С-стадии можно брать следующее подкрепление. На С-стадии уже подходит у нас подкрепление с советской стороны. Видите, на А и Б недоступны. Соответственно, можно взять либо 10 ветеранов Т-70, я бы так взял. Либо 6 Т-34 или 8 по нижней лычке. Т-34-76 абсолютно никак не усилит вас на С-стадии. То есть это не танк С-стадии, это скорее танк А-стадии. Поэтому, не знаю, решайте сами. Я, наверное, все-таки предпочту 10, тут 6. Пазик 4-й можно брать также на А-стадии, командирские на С. Т-70 командирский можно взять на Б. И вот итальянскую подделку можно взять на А. Но я думаю, все-таки Хетцер посильнее. Ну, давайте возьмем 8 Т-34. Т-34-76. Далее. Далее переходим в поддержку. Поддержка тоже довольно неоднозначная. Казалось бы, есть и ЕГшки, и МГшки, но все это доступно только с Б-стадии минимум. То есть на А-стадии развернуться через это не получится. Поэтому, я думаю, возьмем, 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 возьмем снабжение. Кстати, тоже со снабжением тут абсолютно беда. Здесь всего 4 грузовика, которые можно взять. Либо на Б, либо на А, либо на С. И все. Больше нет грузовиков. В артиллерии, кстати, тоже нельзя брать тягачи с апплаем, то есть со снабжением. То есть у нас 4 грузовика на всю игру. Это крайне мало, поэтому не знаю. Но я думаю, на Б придется брать на Б, потому что Б это такая основная стадия. На Б появляется и артиллерия массовая, и танчики придется чинить. С это уже поздно, а это слишком рано и маленькая доступность. Поэтому это стопроцентная карточка. Далее, стопроцентная карточка у нас, конечно же, комбат. Давайте посмотрим, что по транспорту интересного у него есть. В принципе, ничего такого. Давайте Хорг возьмем, чтобы он как-то отличался. Далее, чтобы усилить пехоту, можно также взять и огнеметчиков. Огнеметчиков, но... Ага, понятно, засада. Огнеметчики только на Хорхе. Поэтому все-таки возьмем офицера на Кубеле. Огнеметчики на Хорхе можно взять. Огнеметчики, несмотря на то, что 2-хпшные, в файлах у них 4 хп хитпоинта. Поэтому они довольно неплохо могут окупиться за свою цену. К тому же... К тому же за свою цену. Единственное, что у нас уже есть в пехоте огнеметы. Их, правда, не так много, но тем не менее. Тем не менее. МГ-шку я бы взял. Несмотря на то, что на Б, но я... МГ, пулеметы МГ бафнули. Они теперь стоят 30, и у них 6 хп. Это довольно мощная штука. Я даже с одной лычкой их возьму. Пока так. Пока так, ребята. Не будем задерживаться. Есть Боквард, правда, одна штука всего лишь. И комбаты на Б и С. Есть пулемет Максим, который доступен на Астадии, но они отвратно работают. Просто хуже некуда. Просто хуже некуда. Поэтому я брать их, в принципе, не советую. Они проигрывают дуэли МГ-шки, находясь в здании. При этом МГ-шка в открытом поле. Без всякой защиты она перестреливает Максим, находящийся в здании, в элите. Ну, то есть это неадекватно плохой пулемет. Тем более он не стоит 25 копеек. Это смешно. На Б-стадии также есть, кстати, и ОБ-шки. ОБ-шки, ОБ-шки. О. ОБ-шки на ДШК. Дело в том, что у нас очень все плачевно с ПВО. Я думаю, даже придется брать ОБ-шки. Ребят, я думаю, даже придется брать ОБ-шки ради этого транспорта. Сейчас вы поймете, почему. Да, транспорт у нас, кстати, зенитный. То есть полторы тысячи метров, 10% точности. Это неплохо. Да, 100%. Я возьму ее пока что. Пока что беру ради ПВО-шки. Далее. В антитанк переходим. Антитанк тоже довольно приличный. Здесь есть вот такие вот уникальные пушки 37-мм. У них хорошая скрытность, хорошая скорострельность, 20-я скорострельность, потому что они доступны только в элите. И неплохая доступность. Берем, я думаю, на А и на Б. Этот агрегат обязательно. Такс. Такс, такс, такс. Далее. Безальтернативно здесь пак 40-й на А-стадии. В принципе, только доступен. Также на А-стадии только доступен пак 38-й. По лычкам что у нас? 4, да? Нет, возьмем 6 по максимуму. И ЗИСКа. Я думаю, ЗИСКу по-любому будем брать. Потому что вы видели, с танками у нас грандиозная проблема. То есть их очень мало. Поэтому берем и ЗИСКу на Б-стадии из тяжелого противотанкового средства. И берем саботажников. Саботажники это новый отряд пехоты. Вооружен как пандершеком, так и взрыв пакетами. То есть в принципе в лесу может за себя постоять. Я думаю, возьмем по нижней лычке. Хотя давайте, я думаю, я не вызову 12 отряда, вызову 8. И то вряд ли. Поэтому возьмем пока что по ветеранистых. Чтобы они меньше урона получали. Повысили точность. Кстати, на панзершеке точность будет 103%. То есть, ну, 100% тупо. Тупо 100%. Я думаю, это неплохая точность, согласитесь. Так. Саботажников мы взяли. Пока что оставим. Здесь еще из доступного есть пиаты. Здесь есть противотанковые ружья. И 45-ка есть. 45-ку также можно взять на B или на C. Вот. Оставим одну карточку пока что. Точнее, под вопросом. Вот о чем я и говорил. ПВО стоит у нас. Первая карта 2 активационных поинтов. Вторая карта 3 активационных поинтов. И при этом выбор невелик. Вы сами видите. Поэтому я возьму Гочкес. И Гочкес неплохо работают, ребят. Под двумя звездами. Если обеспечить при помощи командира и комбата им звездочки. 3-4 такие. Ну, 4 где-то 5 штук таких. За секунду просто сбивают истребитель. Мне понравилось, как они работают. Единственное, что над ними надо... Ну, во-первых, их надо в одном месте держать. Хотя, я думаю, 2-3 тоже будет неплохо работать. Просто 4-5 сбивают мгновенно. А 2-3 отгоняют. Вот. Ну, и минус в том, что артиллерия их довольно бодро накрывает и убивает. Поэтому придется вам их как-то микро двигаться и не светить лишний раз. Поэтому берем одну карточку фиатов с Гочкесом и флаг 20-ти миллиметровка. Давайте посмотрим по транспорту. По транспорту здесь доступен фиат с браунингом. Берем его обязательно. Потому что больше... Стоп. Нет. Это у нас, по-моему, не зенитка. Или зенитка. В общем, будем считать, что это зенитка. Если не зенитка, наверное, не берем. Если не зенитка, наверное, не берем. Ну вот. И учитывая то, что у нас так мало ПВО, вот поэтому я взял у нас тут ДШК. ДШК. Будет дополнительная ПВОшка. 3 ДШК спокойно отгоняют истребитель. Бомбардировщик, конечно, нам будет сложно отгонять. Но истребители вполне себе поддаются. Сопрессу от ДШК. В артиллерии, как мы видим, абсолютно отсутствуют командиры, наводчики и так далее. Хотя артиллерия, смотрите, у нас наводится. В принципе, в принципе, комбат может наводить артиллерию. То есть немецкая вот эта гаубица, в теории мы можем ее наводить и пользоваться ей крайне эффективно. То есть учитывая то, что у нас всего 4 грузовика снабжения, у нас очень мало боеприпасов, нам нужны точечные попадания. Но для этого придется рисковать комбатом и двигать его очень близко, чтобы он корректировал огонь артиллерии. Но в целом это возможно. Также можно взять дополнительного комбата, но я в этом пока не уверен. Можно и без артиллерии попробовать поиграть. Ну и вот доступны у нас вот такие вот гаубицы 1897 года с отличной скорострельностью. В элите у нас тут и точность 50% и скорострельность 16%. Я думаю, возьмем 3 элитные вместо 4 обычных. 3 за глаза хватит. Может быть даже определим их в контрбатарею. 50% туда, у них, конечно, фугас не очень. Третий слабенький. А, 50%. Куда это я разогнал с 50%? Тут 37% в артиллерии. И скорострельность всего 11. Ну как всего, это хорошая скорострельность. Третий фугас, да. Ну все равно берем. Альтернативы-то особо нет. Есть миномет 80-миллиметровый. С четвертым фугасом, кстати. У него дальность 3 километра. Ну и 120-е советские минометы доступны только на С стадии. Когда приходит уже подкрепление со стороны Советского Союза. Это уже слишком поздно. И мы такие минометы не прокормим абсолютно. У нас 4 снабжения на B. Поэтому брать не будем. Ну, из доступного есть еще оффмэпочка. 2 на карту. 152-миллиметровая. Пока что ее тоже брать не будем. Хотя, я думаю, в теории брать можно. Сейчас перейдем в авиацию. Наберем все, что есть. И посмотрим, какие очки у нас остались. Итак, авиация тоже довольно неоднозначная. На стадии, в принципе, нам не доступно практически ничего. Кроме эскадрильи Тамань. Вот. Тут ночные ведьмы у нас будут нас саппортить. Все остальное. Основная масса авиации доступна только с B и C стадии. Ну, для начала возьмем то, что 100%. Я думаю, будем брать. Это противотанковые Илы с нарами противотанковыми на B и на C. Далее будем брать американский истребитель. Он с западной стороны. Соответственно, союзники там тоже помогали. Сбрасывали всякое вооружение. И прикрывали с воздуха. Соответственно, это тут отражено. Берем, наверное, 4П51. И в качестве советского прикрытия с воздуха это Як-9Т, я думаю. У нас тут Як-9 есть и Як-9Т. Тэшка у нас получается по нижней лычке и девятка с ветеранистой. С очень хорошей маневренностью. У Тэшки более серьезное вооружение. Но я думаю, все-таки возьмем обычный Як. Он и по маневренней, и точность у него будет под 70% с этой лычкой. Доступность будет такая же. То есть Як-9Т 2 новобранца или девятка 2 ветерана. Впоследствии, может, поменяем. По результатам боев, скажем так, может быть, вы поменяете или я тоже поменяю. На Астадии нам доступно только один истребитель взять. Вот и все. Я думаю, на Астадии мы не берем вообще, в принципе, никакой истребитель. Слишком неэффективные карты. Есть возможность взять разведывательный Ил-2. Только зачем он нам, непонятно. Артиллерии на Астадии у нас особо мощной нет. Да и корректировка, ну, не знаю, тоже сомнительно. Есть, конечно, Uber-самолет. 4 по 50 за 30 копеек. 6 на карту или 9 на Б. Ну, это уже смотрите сами. Итого. Илы тоже с нарами доступны только на Б и С. И то здесь всего 4 нара. Итого у нас еще осталось 4 очка. Я думаю, авиацию я больше набирать не буду. Потом, возможно, поменяю свое мнение. Но пока я достойного прям тут выбора особо не вижу. 4 очка. 4 очка. Так, мы обещали вернуться в разведку. Мы обещали подумать над огнеметчиками. Я думаю, так и сделаем. Возьмем в разведке на Б-стадии вот этих вот ребят. И возьмем в поддержке огнеметчиков. Лишними не будут. Или второго комбата для корректировки. В общем, смотрите сами. Тут либо второй комбат, либо огнеметчики. Допустим, огнеметчики. Вот такая вот дивизия у нас, ребят, получилась. Ссылка на код будет в описании под роликом. Надеюсь, ролик вам понравился. Увидимся в следующих роликах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok